книги анечка учебники конечно все прекрасно ты знаешь из моего личного опыта просто постижение какой-либо информации особенно войти или диджит или я скажу что живое общение не заменит ничего я с тобой абсолютно целком згодна краще слухати наживо фахівця своєї справи професіонала або гуру так ніж просто читати будь-який посібник навіть якщо це супер бестселлер або якась найновітніша книжка і я до нашої студії запросила такого фахівця її звати Ірина Муштіна вона експерт з диджитал маркетингу тебе буде нагода з нею поспілкуватися з удовольствием Ірина Муштіна експерт з диджитал комунікації закінчила національний авіаційний університет факультет інформаційні діагностичні системи засновник seo cf digital speaker best marketing practice учасник програми google elevator фундатор соціальної ініціативи подаруй ялинці життя співорганізатор і модератор конференції декан кваліфікаційно-освітнього проекту understanding digital маркетинг у всеукраїнській рекламні коаліції Ірина Муштіна має 16 років досвіду в сфері диджитал комунікації маркетингу та управління бізнесом Ірина, добре утро! Добре утро! Большое спасибо, що нашли время к нам заглянути. Ірина, ваше саме пам'ятне утро. Я с вниманием і даже трепетом слушаю вашу оригинальну историю. Ааа, именно оригинальну? Ну я надеюсь, потому что она у каждого уникальна, у каждого нашого гостя. Да, наверное, есть у меня такая история. Так как я много всегда работаю, как это постоянные динамические бизнес-процессы, я очень стараюсь два раза в год ярко как-то путешествовать. Именно там не классический отдых, а какое-то путешествие. И одно из таких путешествий, это был такой вообще трип по Кении. Мы жили в палатках, поездили по всяким племенам, очень устали, это было очень динамично, плохие дороги, плохие машины, животные, дико красиво. И мы приехали там на шесть дней к океану, побережью. Уставшие, разбитые, легли наконец-то спать, бунгало, красиво, большие стеклянные окна на океан. Все, думаю, все, выспимся, будет шикарно. Спим. Утро. Я так где-то сквозь сон понимаю, что утро, стук в стеклянное окно. Вообще неожиданно совершенно. Открываю глаза, три или четыре обезьяны здоровенные вот так вот сидят, вот так вот прижались к окну и постукивают. Это они просто просят, чтобы мы вышли и наконец-то чем-то их накормили. Вот это, наверное, я запомню на всю жизнь. Фантастика, фантастика. Но я думаю, что это на самом деле действительно невероятно, потому что мне почему-то приходит образ даже Хемингуэя. Это все-таки Кения, далеко от океана. И таких памятных утр у меня было шесть. Каждое утро так начиналось. Ну, я тогда, значит, отодвину всякое чувство, которое называется зависть, и, собственно, пойдем непосредственно к той сфере, где вы являетесь экспертом. Расскажите, что вы в своей сфере используете как основные инструменты для бизнеса? Ну, так вот в целом. В диджитал сфере. Да. Все начинается, наверное, с классических вещей, которые не меняются уже много лет. Это, конечно, стратегия. То есть для того, чтобы понимать, что нужно как бизнесу в диджитал пространстве в том числе, мы сначала глубоко погружаемся в бизнес. Потому что, вот знаете, Билл Гейтс когда-то много лет назад сказал, что если вашего бизнеса нет в интернет, то считайте, что у вас нет бизнеса. Я бы сейчас перефразировала по-другому. Если в вашем бизнесе нет диджитала, то у вас, наверное, нет бизнеса или скоро не будет. Поэтому это настолько сейчас все взаимосвязано. Недаром уже за границей появился такой термин в Европе, как диджитализация бизнеса. И вот этот глубокий подход, который все пронизывает бизнес, потом рекламную коммуникацию, взаимодействие с потребителем, вот это все, это основа того, что мы используем, в принципе, в своих проектах. А как, на ваш взгляд, за последние 15-16 лет менялась диджитализация Украины? И вот какая она сейчас? Вот так, вкратце. Диджитализация Украины. Сложно оценить всю Украину. Она, наверное, еще на пути к своей диджитализации. Но если говорить про конкретные бизнес-проекты, я действительно 16 лет назад как раз начинала свой бизнес. И тогда это была красивая картинка в интернет. Адрес этого сайта напечатан на визитке. Это было уже классно. Сейчас намного более глубокий подход. Оптимизация всего. Сейчас вот инструменты и методы, которые наш бизнес тоже применяет, позволяют померить все. Это очень классно. Раньше мы там вешали какой-то счетчик, хот-лох или бегмир, и радовались, и считали каждый день свои хиты, хосты. Сейчас мы четко знаем, кто эти люди, что они делают на нашем сайте, если мы говорим конкретно в разрезе проектов интернет-сайтов. Как они себя ведут? Откуда они пришли? Мы можем померить, посчитать каждую копейку своей рекламной кампании коммуникации с пользователем. И японская технология лин-маркетинга или лин-стратегии, которую тоже сейчас, я смотрю, очень эффективно в бизнесе в украинском применяют, когда небольшими шагами ты можешь четко замерять и двигаться дальше, выбирая самые эффективные каналы коммуникации и построения коммуникации с потребителем. Есть одна из теорий, которая уже давно воплощается по поводу машин-лёрнинг. Сбор этой статистики приводит к некому предсказанию, прогнозу. Как это реализуется на украинском рынке в вашей практике? Есть ли вообще в данном случае уже успешные, скажем так, кейсы по этим предсказаниям, что действительно показывало рывок серьезный в диджитализации и успехе компании? Я думаю, что мы тоже еще в Украине на пути и на моменте развития как раз этой технологии довольно трудоемко создать свою систему машин-лёрнинг, поэтому очень часто мы в проектах иногда прибегаем к использованию каких-то уже готовых наработок, готовых решений, которые просто используем в своих проектах. И да, это действительно позволяет рассмотреть коммуникацию с потребителем не как с аудиторией, а как с конечным конкретным одним персоной, персонажем фактически. И не просто дать ему то, что он ищет, учитывая абсолютно все его интересы, его прошлое поведение, а и предсказать его потребности на будущее. Это шикарная, у нас есть такой в разработке сейчас кейс, шикарная технология в e-commerce, в доставке каких-то продуктов, какой-то потребительской корзины, которая ему может быть необходима регулярно. То есть это прогнозирование уже спроса? Его потребности, это прогнозирование его потребностей. Бизнес, в принципе, в Украине давно уже работает, масштабный бизнес с прогнозированием закупок, то есть управляет это логические фильтры. Сейчас просто машинное обучение позволяет более точно поведение потребителей спрогнозировать, привязать их к совершенно разным каким-то факторам, к сезонам, к погоде, к чему угодно. Причем фишка машинного обучения, что мы никогда не понимаем почему, но с высокой долей вероятности мы знаем, что да, будет именно так. Очень интересно. А теперь о абсолютных инновациях. Что, по вашему мнению, Юрин, сейчас является абсолютно нововведением, и вот только-только рынок с этим разбирается? Ну, если мы говорим о диджитализации Украины, что у нас сейчас? Ну, там, предположим, пять лет назад это был СММ. Странные три буквы, которые очень сложно. Многие понимали абсолютно там поверхностные... Значит, все СММ путали. Да, да, да. И мало того, что путали, и это Фейсбук, и чего-то там еще. Вот сейчас какая ситуация? Вот какая инновация путает или пугает, возможно, клиента и потребителей? Ну, мне кажется, пугает не только клиента и многих людей. Вот искусственный интеллект как таковой, и его там приход в нашу жизнь. Хотя, в принципе, это те же нейронные сети и тоже машинное обучение. И как таковых проектов еще с использованием искусственного интеллекта, конечно же, еще пока нет в нашей стране. Но, мне кажется, инновация, которая полезная, и вот у нас уже зарождается сейчас очень интенсивно, это диджитализация бизнеса от самого ядра. Когда перестраиваются в украинских компаниях, и это сейчас уже действительно происходит, все бизнес-процессы внутри. И диджитал уже это не просто там красивая диджитал-компания какая-то в интернет, как мы-то часто привыкли видеть, а это, в принципе, уже сама суть, получается. Мы уже все в диджитале. То есть раньше это была лишь какая-то вывеска, да? То есть, предположим, интернет-представительство, как раньше. Интернет-представительство, да. Сейчас это становится полностью системой. Сейчас становится полностью системой управления внутренними процессами в компании. Вот я бы сказала, ядро компании переходит в диджитал, начиная там от коммуникации внутри компании со своими же сотрудниками и заканчивая полностью вот единой такой цепочкой коммуникации во внешний рынок со своими потенциальными постоянными клиентами, потребителями. О проблематике. Как вы считаете, какие сейчас основные задачи, челлендж стоит перед украинскими специалистами или западными специалистами, которые работают на нашем рынке? Вот самые значимые проблемы? Вот удержать специалистов в Украине. Это правда. У меня был бизнес-трип в Америку совершенно недавно. И что говорят ребята в Америке? Они рассматривают Украину как потенциально вторую силиконовую долину только вот в Восточной Европе. Говорят, что наши ребята — это что-то с чем-то. Это классные ребята. Намного лучше, чем все, кто на аутсорсинге, работают с ними. Но проблема в том, что никто не знает наших заслуг, потому что они даже покупают у нас конкретно часы реализации. А проекты и весь слава достается американским, европейским компаниям. И мне кажется, наша задача глобально страны и всех комитетов, которые имеют к этому отношение, это развить и удержать вот эти проекты в нашей стране, чтобы наши компании, наши ребята работали для украинского бизнеса. Иначе скоро нашему украинскому бизнесу негде будет заказать свои услуги. Очень интересно. Тогда вкратце, Ринсфор, несколько тезисов. Представьте, что вы на политической трибуне, и вы залазите на этот броневик. Что вы заявляем о миру для того, чтобы это свершилось? Для того, чтобы и в голове у меня сложилось. Что может нас спасти? Какие тезисы? Мы даже, наверное, не миру заявляем. Мы должны у себя внутри сейчас еще немного позаявлять, скажем так. Нам нужно усилить коммуникацию, умение, как бы, как это сказать, ну, введение проектов. Это то, чего не хватает сейчас нашим компаниям, которые работают на тот же западный рынок. То есть мы должны аккумулировать свои ресурсы и продавать цельный продукт. Для этого нам нужно усилить компетенцию project-менеджеров у нас в стране, аккаунтинга, клиент-сервиса. То есть вот то, что позволяет упаковать наш продукт и нашу компетенцию. Это, наверное, в мир, но потом уже заявится самостоятельно, как только мы здесь усилим это у себя. То есть я правильно понимаю, что у нас есть в центре хороший разработчик-айтишник, но вокруг него то, что называется потом индустрия, у нас не сложилось? Да, у нас еще в процессе разработки, я надеюсь, что сложится. Я лично над этим очень сильно работаю. Потому что вот основная проблема, которую там, опять-таки, ребята в Штатах мне озвучивали, это проваливаемся в коммуникации до сих пор. То есть вот делаем классно, но потом пропали на два дня, не отвечаем. Очень логично тогда будет вас сейчас спросить, и обращаясь в том числе к нашей аудитории, среди которых очень много людей, которые работают в диджитал-бизнесе, IT-бизнесе. Вот ваши советы начинающим бизнесменам, которые диджитализируют свое предприятие, или же стартаперам, которые пытаются запустить впервые свой проект? Вы знаете, я бы дала, наверное, разные советы. Бизнесменам и стартаперам. Давайте так, прошу вас. Потому что я сталкиваюсь с такой проблемой у стартаперов. Они вот очень долго, скрупулезно иногда подходят к своему проекту. Неправильно. Наоборот, если есть стартап, нужно сделать МВП и сразу его тестировать. Потому что в стартапе есть очень много слабых мест, начиная там от самой идеи. И это большой ресурс, когда ты досконально эту идею отлаживаешь, отшлифовываешь, а потом, оказывается, ты где-то сделал какую-то стратегическую ошибку. Поэтому стартаперам это минимально готовая версия и ее тест, запуск. Тестируйте там все, что необходимо тестировать. Упаковку, идею, наполнение, каналы коммуникации. Все, что можно протестировать. А бизнесменам, которые диджитализируются, я бы дала другой подход. Как раз, наоборот, оптимизация. То есть тут как раз нужны небольшие шаги и понимание, как и что можно улучшить. Аналитика, глубокий подход к аналитике, оптимизация и небольшие измерения и улучшения постепенно. Татурируя сказанное, одним мы говорим «очень спешите», а другим «не спешите». Это совершенно верно, где-то так. Хотя всем вместе мы говорим «спешите», потому что мир реально очень ускоряется. И я читала с такой статистикой, что мы даже стали ходить быстрее. Поэтому, в принципе, надо всем поторопиться. Ирина, увлекательная, интересная беседа с вами. Я уверен, что вы найдете время и снова заглянете к нам. С удовольствием. Большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Ну и я уверен, что это была пища для многих наших телезрителей, потому что мы говорили на очень актуальную тему. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!